всем привет продолжаем играть fallout ну и продолжаем говорить говорить о программировании о связанных темах и все такое так и сегодня мы продолжаем говорить о ошибках типичных ошибках эти типичные ошибки я посмотрел в интернетах подсмотрел в интернетах может попробовать их завалить блин а как не этих налетчиков найти это хаб избавь не так как налетчиков найти они же где-то рядом по идее тут у тут у рупу по идее где-то рядом по идее где-то рядом давайте я тут выбегу все-таки может быть я их найду так по поводу ошибок до прошлый раз говорили в этот раз продолжаем и так дальше какой ошибки их можно назвать стратегически стратегические ошибки но при ну это изучение программирования при подходе это вы не знаете кем и почему ну не знать кем и почему вы хотите стать то есть это основная ошибка начинающих особенно тех кто куда-то там поступает в институт и думает что после окончания они определятся и на самом деле тратят очень много что это на это просто вывеска да и они тратят много времени сил денег там их родители тратят на то чтобы этот вуз закончить и в результате они все эти все это время в результате они под конец понимают что болен что-то никто не нравится мне это результате уходит пять ну четыре пять шесть лет по-разному и и и и и то есть определяться нужно на сразу на начальном этапе как и для студентов который еще не выбрал что-то я не вижу кстати тут вот это больные на как мне выполнить этот квест до долина старый город нет поэтому нужно четко определять определять нужно для себя четко отвечать почему я хочу выучить этот язык программирования почему я хочу стать программистом почему я хочу стать тестировщиком почему нужно если вы у вас в голове ну блин а почему бы и нет тогда скорее всего это не для вас тогда вы попробуйте еще по получить познакомиться но скорее всего не для вас потому что у вас не будет получаться программирование инженерная специальность которая и все связанное да что связано с инженерными специальностями думание умение пользоваться справочной литературой и т.д. и т.п. много всего поэтому здесь не просто так сидеть и клацать на кнопки и получать за это деньги нет нет такой специальности где ничего не надо делать поэтому это что называется стратегическая ошибка дальше 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 не пытаться улучшить свой скилл в программировании не пытаться улучшить свой скилл в программировании то есть это не читать темы книги по теме а может у них есть какие воры что ты несешь перепела ли чё так не пытались не читать книг по теме но немногие ну это есть такое что немногие читают книги по теме имеется ввиду что такое тема это как раз вот отель по своему языку по своему технологию нужно читать книги обязательно нужно образовываться потому что нужно знать кто стоит у руля технологии нужно развиваться одна из ошибок когда люди не развиваются это инженерная специальность еще раз говорю и и нужно постоянно может супер мутантами подраться и нужно постоянно совершенствоваться читать книги читать новости знать о том что добавилось что улучшилось это обязательно но не все не все этому следует дальше не писать каких-либо программ от если студент если он не пишет никаких ли программ кроме как курсовых и ну и лабораторных то эта проблема чему-то научиться но чтобы стать хорошим программистом он не сможет нужно писать программу постоянно для себя выбирать какие-то программки и писать 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 со временем для вас вот эти вот курсовые лабораторные будут ну мелочи будут мелочи так блин куда мне пойти убежище 15 давайте часах а будут мелочи потому что у вас уже будет рука набита на других программках соответственно но вы будете вы будете зарабатывать бесценный опыт дальше проблемка когда люди не следят за технологиями за новостями потому что желательно ну я бы не сказал что это прям уж так тут я не совсем согласен что если не следить то то все все там как бы это ошибка можно не следить но как бы в своем языке обязательно надо развиваться обязательно следить за развитием своего языка или технологии какие книги выходят какие там версии стакки стандарты вот это вот это обязательно а что там мире творится ну это желательно знать почему узнать потому что вы можете такие сидеть как-то думать блин я придумал классную идею но но не следить что творится в мире да и может оказаться так что эту идею уже воплотили 386 компаний в мире и ими пользуются там все вот так дальше но дальше он верно пишет не знать английского это это я вам могу сказать просто чуть ли не самое основное ну на самом деле можно быть программистом ну иметь не очень такой уж и большой опыт но к примеру иметь отличный разговорный язык и тебя возьмут на работу взамен программиста которые разговорного языка у которого разговорного языка нет но зато он очень отличный специалист то предпочтение в большинстве случаев отдают как раз как раз у кого есть разговорный английский и может быть мало опыта вот так вот потому что в основном заказчики англоязычные со всего мира соответственно нужно с ними общаться часто напрямую соответственно английский надо знать да я могу сказать что английский язык выучить невозможно но я шучу конечно же не же люди которые его выучили вот но это но здесь нужно постоянно практика обязательно практика без нее никак без нее вы никак никогда не выучите так что так что это одни из основных до ошибок дальше еще есть такое это уже другого автора не умение кататься на велосипедах а что блин мне бы еще 500 опыта где-то не умение кататься на велосипедах так сейчас я подождите гляну в чем у меня по опыту по статусу может быть и не все квесты сделал не но это рано еще у мутантов не валить шенди это тоже некрополь в некрополе там тут дело в том что в каждом этом много будет этих квестов могильника что могильники ухты отремонтировать плантации светилищ давайте-ка я схожу действительно могильник почему бы и нет так что имеется ввиду под фразой не умение кататься на велосипедах ну не умение кататься на велосипедах дело в том что любой популярный язык имеет килограмм фрейморков под себя там и имеет уже кучу готовых компонентов для решения тех или иных задач соответственно что такое неумение ну это когда вы пишете свои велосипеды вы не умеете пользоваться стандартными решениями вы пишете свои сортировки когда есть стандартные сортировки и вы не напишите свою сортировку быстрее ну примеру есть это общее там сортировать числа конечно же если сортировать какие-то ваши там сложные структуры возможно ну короче надо пользоваться всеми стандартными средствами если есть библиотека по работе там с файловой системой пользуйтесь ею если есть библиотека по работе с сетью обязательно берите и пользуйтесь не надо создавать свои велосипеды это проблема на создание своих велосипедов уходит много времени плюс там по-любому будут ошибки все зависит от того сколько там будет этих ошибок это зависит от того насколько большая сложная сложный ваш велосипед дальше ошибки популярны до использование неподходящих средств для разработки совершенно согласен да я видел людей которые там код писали грубо говоря в нотпаде в нотпаде потом в консоли в терминале собирали где-то ну почему бы и не да ну таких людей опыта там уже просто там написано очень много за плечами там серьезный опыт но следовать этому плохо почему потому что все есть хорошие средства для разработки которые всегда подскажут что ты мог что-то забыть что ты что-то там не внес что ты еще что то что можно посмотреть тип переменных можно этом эти средства разработки могут подсказать название функции ну очень много всего удобного это ускоряет и упрощает разработку чем просто если писать в обычном нотпаде тем более чем без подсветки синтаксиса ну это блин ребята не делайте такую ошибку когда станете гуру ну когда вы будьте уже уверены настолько в себе то тогда вернитесь до своему желанию к примеру писать в обычном нотпаде я думаю желание уже отпадет ибо особо смысла уже не будет дальше чё там дальше ну костыли ну в принципе костыли даже не знаю тут он пишет костыли чё такое костыли это это ну 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 не знаю чё он имел ввиду я могу наверно от себя добавить то что помимо ну нужно изучать на стандартные способы решения проблемы это это если это о.п. то есть паттерны проектирование паттерны программирования но также есть антипаттерны их нужно изучать почему их нужно изучать потому что там уже есть готовые шаблоны решения для ну шаблоны для решения определенных задач и чтобы не придумывать свои велосипеды вы можете воспользоваться а паттерны обычно они особо не привязаны к языку более того в разных языках есть уже готовые решения ну то есть конструкции такие которые уже сразу то есть или ключевые слова которые создают определенные там классы леса с определенных класса уже делают какие-то паттерны то есть это тоже обязательно но как вы видите много чего обязательного то есть вот популярные ошибки мы смотрим и много много всего много затрагивается тем много знаний нужно и все такое так 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 79 процентов сохраню-ка я сохраню-ка я вот так вот вот дальше популярная ошибка типа этого точно никогда не случится то есть одна из популярных тем он не тема ошибок распространенных когда думают программисты начинающие что эти такие данные никогда сюда не придут соответственно не будет ошибки нельзя так полагать потому что вы не знаете какие данные придут и они могут да эти данные нужно отсекать на самом верхнем уровне но нужно учитывать а чё он говорит шо мне там в могильнике этом надо нет нет статус могильник отремонтировать плантации хорошо прямое оружие надо убрать и сходить сюда плантации какие плантации тут наверное где-то плантация так ну некрасивый код про некрасивый код я говорил это стандарт и да так 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 что там еще пишут ну не знаю я уже две этих прочитал статейки сейчас вот третью открыл и открыл третью так что давайте эту поднимаю до утра вот так вот сохранюсь вот так вот открыл третью чё у нас тут написано в 3 так карты сейчас давайте бы я тут что-то бегаем бегаем ему понять чего могильник он не такой уж и маленький ладно 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 давайте побегаем пока и посмотрим тут еще вот пять очевидных ошибок начинающих программистов ну выбор языка ну да нужно определиться языков много технологий много соответственно нужно выбрать то есть как пишет автор хотя каждый язык программирования стоит того чтобы а ух ты отсюда за тварь я уже не помню упа патрончики кто это такие когти смерти они вроде больше были это наверно других частях фоллаут они там такие здоровенные окей ну давайте попробуем с какой-то из когтей сразиться эй ты тварь слышишь ты не это маленькая тут по-любому где-то большая была потому что это мелкая это типа детеныши они не такие си нихера си не такие сильные как бы то сильные они меня почти завалили по мне броня спасает на тебе тварина главное чтобы с ног не сбили держи по башне да вот мамашка их не будет походу еще сдохну да 24 жизни ну в принципе нормально и так каждый язык программирования стоит для того чтобы его учить но обычно начинающие программисты ударяются в две крайности учить очень с начиная сразу очень сложный и многофункциональный язык или учить и язык который уже никому не нужен ну который там на котором уже в принципе не новые проекты не стартуют не старые не падет нет тупо ну заговорился я знаю что мои кости блин надеюсь а я могильники в принципе хорошо погнали а вот он я да так вот то есть лучше всего начинать вот пишет автор учите объект процедурно ориентированное программирование на сиси плюс плюс или python ну я бы конечно сказал да я согласен но я не совсем согласен можно еще другие языки сюда подтянуть ну это такое то есть но ошибка очевидная да это выбор неправильного языка то есть не надо выбирать сразу какой-то очень сложный язык или если вы выбираете то нужно четко определиться ну почему именно этот язык что вы хотите получить когда вы выучите этот язык для чего он вам так дальше количество языков знать много языков а значит типа быть универсальным прошаренным и типа везде можно найти работу но если начинать учить новый язык и не успеть хотя бы на 70 процентов вникнуть в старый или учить сразу пару языков одновременно то как пишет автор можно закопать себя как кодера что он подразумевает слово кодер ну что он пишет кодер мне конечно непонятно но в целом то согласен да потому что если вы два языка учите или один наполовину выучили и начинаете второй у вас может быть в голове каша каша терминов понятий каких-то и соответственно вы до конца не ну будет путаница может быть путаница и вы в результате там всего по чуть-чуть но и толком нормально не освоили ни один и ни второй язык это плохо так мне надо подлечиться поэтому если уже взялись то учите и иди сюда дальше отдание предпочтение фишкам и графике нежели алгоритмам ну здесь согласен согласен с тем что нужно начинать с алгоритмом процесс 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 или точка входа гораздо сложнее в этом случае и длительнее но зато качественнее зная и умение разрабатывать алгоритмы знать другие алгоритмы и пользоваться ими вам поможет везде и всегда вне зависимости от того какую программу вы разрабатываете поэтому алгоритм используется везде графика не везде ну к примеру то поэтому очень дельный совет ого 630 очков очень дельный совет дальше следующая ошибка это использование не перспективных неподходящих вариантов что имеется в виду то есть но тут автор говорит что лучше сразу определиться в какую степь вас тянет разработка софта сайтов программирование серверов и игры и там сетевое программирование шифрование может быть ну то есть надо сразу определиться и соответственно развиваться в этой теме даже если по жизненным обстоятельствам вы работаете в другой сфере который вам не нравится в этом случае все равно надо ну там дома в свободное время ух ты мусор это похоже на какие-то запчасти я понял я думаю они мне пригодятся так 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 и что у него там в пятом правиле а правило пятое правило непридерживание правил кодинга ну это кодинг стайл о чем я говорил тоже согласен все совершенно верно а вот тут по моему вот это мамка мамка этих мелких упырей да вон она тварина так я сюда наверное я стану тут подожду ох ты тварь 17 здоровья увидели попробую я ее прицельно ударить в голову ход да Да. Давайте я загружусь. Ну, попробую сейчас пару загрузок. Завалить все-таки ее там немало опыта. Потому что потом опять идти сюда, убивать ее как-то не особо хочется. Тем более тут, наверное, какие-то ништяки. Опа! Это яйца как чужие, да? А может попробовать сдалека пошмулять ее? Пока она идет. Афиг там. Давайте я вот так вот отойду. 17%! Да ладно! Ну вот, в принципе, основные ошибки начинающих программистов я перечислил. Ну, я не знаю, что добавить. Я бы, наверное, что-то, конечно, добавил бы. Че-то молотом я ее долбанул, а этой тварюке все равно. Ну, а тебе всего лишь 6 жизней? Да ладно! Ах ты, тварь! Че ж ты делаешь? Пу-пум-пу-рум! Так, а кто такие? Когти смерти, кстати, я вам сейчас скажу. Это самое страшное порождение войны. Те... Кое-кто считает, что это призрак. Да ладно, добивай меня. Так, кое-кто считает, что это призрак, который бродит по пустошам. Но это не призрак. Он существует на самом деле. Он, да, он существует на самом деле. Но его нафиг. Надо подкачаться. В... 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 Когти смерти 6 метров. А зубы у него размером с руку. Ну, это у большого, да. У мелкого он не поменьше. Так, когти смерти, это одни из самых сильных противников. Являются сильнейшими из существ, которые атакуют в ближнем бою. Они обладают очень высоким уроном. Наносят повреждения даже через силовую броню. И имеют много очков действия. И большое количество здоровья. Эти когти смерти. Ну, их несколько штук там были. Когти смерти, они там разные, из мелких, из больших. А вот это вот, что мы в подвале спускались, видели, то это матка когтей смерти. Удалось достать... О, о, какие. А, блин, я ж нашел, да. Так, а что еще надо? Можешь отнести? Конечно. А кто такой Смити? Кто такой Смити? Фу, блин. Этих квестов. Тут они перепутаны. Туда, сюда. Так, давайте я посмотрю, куда он меня... отремонтировать. Подожди, а куда его нести? Че ты там говорил? Кому? Как? Смити. Че за Смити? Кто это такой вообще? Блин, Смити. А где он находится, этот Смити? Ладно, давайте пошаримся. Давайте пошаримся. Карта. Давайте с Смити. Может, найдем сейчас его, этого Смити? Так, давайте сверху, наверное. Итак, че у нас тут? Тут никого нет. Давай не сюда. Так, это житель какой-то. Это кто? Это... Это не тот. Значит, идем сюда. Значит, идем... Так, давай вот сюда, сверху. Вам на горит, отнеси Смити. Че за Смити? О, вот он, Смити. О, красавчик. Спасибо, братюнь. У тебя патрончики есть, кстати. 5 миллиметров мне надо. Нету. Окей. Так, какой можно итог сделать, да, из всего этого? Из всех этих ошибок? Ну, итог здесь простой. Нужно четко всегда следовать целям и знать, куда вы идете. А опыта он мне дал. 20, блин, еще 6 тысяч опыта. Холодное оружие, 124, да ладно. А, ну правильно, без оружия. Без оружия надо было, блин, откачать нельзя. Главный вывод, это надо всегда быть определенным. Че вы хотите везде. Как достигнуть, если не знаете, почитать. Как? Как? Так, ладно, блин, матку эту я, наверное, фиг убью сейчас. Не, ну можно позадорачивать, конечно. Ну, имеется ввиду, с сохранениями постоянными. То есть, перед ударом сохраняемся и бьем до тех пор, пока не повезет хорошо ударить. Но это, это, это неинтересно. Это неинтересно. Может быть, я тут еще сейчас пошарюсь. Да и еще возьму какие-то квесты. Сейчас я опять у этого. Я ничего. А, он что-то может сделать с броней. Я понял. Значит, мне надо где-то другую броню наколядовать, прийти к нему, и он что-то сделает. Добро. Так, что это за мужичок? Может он квест? Почему дело? Какое дело? О, ты че? А какое дело? Вот так вот. Оказывается, у меня есть какой-то квест. Ммм. А какой? Кого-то убить? Он говорит о жалкой жизни. Хмм. О, блин. А че за? Ладно. Ладно. Добро. Добро. Хорошо. Давайте пошаримся здесь по локации этой. Может, что-то найдем. Мне бы еще опыта. А, мне, короче, надо найти патроны. Вот. И все. Я ищу 5 мм патроны. И иду к этому шерифу в хаб. С которым мы идем и убиваем того чувака. Кто ты? Че такой нервный? Че ты орешь? Слышь, не ори. Кто это они? Они. Они идут. Кто они, придурок? Тебе бы не мешало приличиться. А, это кто? Мне нужно работать. Да, работай. Ты стоишь, ничего не делаешь. Работай. Вот, вот, еще это Блэйд. Бритва. Тут типа подстричься можно. Хорошо. Можно вас спросить. Кто ты? Тупая идея. Ладно. Давайте зайдем сюда. О, бухло лежит. Да? А, нет, это ядерколая. Ну-ка, если я возьму. То вроде за это ничего нет. Блин, сколько тут народу. Кто это? Вот вроде стоит. Наверное, главное. Кто ты? Мы с Майклом. Хорошо. Так, надо выделить каких-то... Вот еще какой-то чувачок в джинсах стоит. Я ищу здесь друга. Значит, я борзый какой-то. О, услуга. Кажется, я влюбился в святилище. Но я не могу сблить, ведь регуляторы стреляют. Думаю, она меня... Но я не знаю, наверняка. Хорошо, а как мне это помочь? Отнеси этот медальон Джулиане. Короче, здесь где-то Джулиана есть, да? Нет, это какая-то Кристина. Ладно, ладно. Давайте я сберу другую. Так, ну что, на сегодня, в принципе, по темам, наверное, все. Не знаю, о чем еще говорить по поводу ошибок. Ошибок. Погодь, а я тут вроде был. Да, это библиотека. Ладно, пойду-ка я, может, в другое место. А, вон еще что-то есть. Библиотека. Давайте сбегай туда, наверх. Ошибок. Поэтому надо... Ну, одна еще можно было бы, наверное, выделить. Это когда спешка. Непонятно куда. Спешат, думают, что они что-то не успеют. Спешить надо медленно. Ну, я говорил, сразу за все хвататься не нужно. Так, что ты хочешь? Что ты тут делаешь? Не твое дело. Что ты борзый, слышишь? Просто смотрю вот тут. Я не достаю людей. Ты бы так не базарил. И ты бы тоже так не базарил. И ты бы так не базарил. А ты кто? И ты бы так. Вы бы все так не базарили. Что, больше никого нету? Попробую я сохраниться. Потому что, если сейчас они... Если им сейчас не понравится, то... Кажется, у кого-то будут проблемы. Блин. Из всех только вот этот разговаривает, да? Пончик. Мы тут умников не жалуем. Отвали. Этот персонаж охренет. Блин. Только... Только он может разговаривать. Все остальные не хотят. Я Кристофер... Ага, это Кристофер. Я понял. Это Кристофер. А это кто? Последователя апокалипсиса? Нарколыга, походу, какой-то. Книжку ему найти надо. Хорошо. Хорошо. Походу, тут ловить нечего. Не, наверное, можно, в принципе, что-то тут словить. Ладно, иди где-то сюда. Так, мне же надо как-то с братством стали повыполнять их не квест. Они бы мне броню подогнали бы хорошую. Кстати, что-то мне кажется, что с этим квестом все. Ну, помните, там мужичка, ослика у него убили. Потому что на карте фермы его нету. Я к нему подхожу. Он повторно мне не предлагает сходить к нему на ферму соответственно. Мне кажется, что все. Я этот квест уже не выполню. Почему-то. Так, блин, а почему? А, сюда идти. Так, а куда идти? Куда идти? Куда идти? Я уже запутался с этими россказнями. В холоде такая каша. Че делать? Куда идти? Кому помогать? Хорошего дня. Отвали. Не приставай к людям. Слышишь ты. Светящийся дождь. Блин, тут одни наркоманы, реально. Светящийся дождь. Мне бы где-то 5-мм патронов достать. Может сбегать в убежище? Мне надо где-то покачаться. Где-то получить опыта. А, подожди. Вот General Store. Может вот тут здесь есть патрончики? Денег-то у меня маловато. Я хочу сделку. А, не, у него нету. Я у него уже был когда-то. Метальон куда-то отнести. Ладно, с медальоном потом разберемся. Короче, я, наверное, пойду. Супер-мунтантов я не завалю. У них такие оружия крутое, что... Так, где тут... А где тут выход, ребятки? Я хочу покинуть ваше вонючее место. О-о-о, как мне реально выйти. Наверное, надо тут все забором ограждено. Так, ладно. Что это, кстати, за могильник? Могильник... А, это типа руины Лос-Анджелеса. То есть, после войны подавляющее большинство населения погибло от радиации, голода, болезней. Ну, и от массовых там беспорядков. И их кости спустя десятилетия остались лежать на зданиях и на улицах. Придавая этому... Придавая этому... 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 Чему? Этому... Месту облик гигантского кладбища. Ну, и поэтому он... Он и называется могильником. А это что? Собор. Окей. Собор. О-о-о, это тут, походу, сектанты. Так, попробую я как переночевать. Ночевать можно, значит, они не агрессивны. Значит, значит, я сохранюсь. Так, а что такое... Что такое собор? Собор. Собор это... Это безобидное пристанище... Чат собора, который пытаются нести в пустоши мир и любовь. Да, пишет, что безобидное. Ну, хорошо, давайте поп... О, вон чувачок стоит какой-то. Так, ну, в принципе, я думаю, на сегодня можно все, потому что... Потому что... Потому что... Потому что все, да. Нужно еще другие задачи делать. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки, ну и все такое. Всем пока.